Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к третьей главе первого послания к фессалоникийцам. Третья глава, такая же, в общем, коротенькая, как и первая, рассказывает нам о том, что апостол Павел беспокоился о христианах, фессалоник. Не то, чтобы он прямо им совсем не доверял, но для него важно было понимать, что с ними происходит, как происходит их жизнь, их отношение с Господом Иисусом Христом. Он говорит, я очень хотел к вам прийти, чтобы вместе с вами быть, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы быть опорой для этих людей. Поразительно, на самом деле, какая любовь и доверие в этих словах. Доверие к тому, что христиане-фессалоник могут стать таким утешением для апостола Павла, и сам он для них тоже стать утешением. Вот эта возможность опираться друг на друга, то, о чем апостол Павел в послании к Рирлиным скажет, утешится верою общую, вашей и моею. Вот, собственно, на примере фессалоникийцев, которых он, в отличие от римлян, хорошо знает, он говорит о том же самом, о том, что для него важно было быть с ними вместе, вместе в общей молитве, и укрепить, и утвердить, потому что он напоминает своим читателям, что мы говорили вам о скорбях, которые ожидают и самого Павла, и, вероятно, христиан-фессалоник, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете, что это так. И для Павла важно было, чтобы его страдания, чтобы его скорби, которые он претерпевает, не поколебали веру фессалоникийцев, в частности. И вот поэтому, пишет он, я не мог к вам прийти, но вот отправил Тимофея, отправил Тимофея, чтобы все-таки узнать, чтобы все-таки какую-то весточку от фессалоникийцев получить, чтобы знать о том, что с ними происходит. И дальше он пишет о том, что вот теперь Тимофей пришел, принес нам добрую весть о вере и любви вашей, о вере и любви, о труде любви, которую совершают фессалоникийцы о деле веры, о том доверии, которое есть в их сердцах Господу Иисусу Христу. И вот теперь, говорит апостол, мы утешились, утешились тем, что вы верите, тем, что это ваше доверие Богу продолжается, оно не угасло и не поколебалось. И поэтому мы благодарим Бога за радость, которую радуемся о вас перед Богом. Между прочим, очень важная, трудная и необходимая часть духовной жизни любого христианина научиться радоваться за других людей и о других людях, радоваться не о себе, а о других людях. Вот для Павла действительно это важно, для него важны эти самые фессалоникийцы, поэтому необходимо ему постараться знать, что с ним происходит, и когда он узнает, он радуется и благодарит. А вас, говорит он, Господь да исполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам. Что, собственно, он им желает, о чем он молится? Молится о том, чтобы Бог исполнил этих людей любовью друг к другу. И это ведь очень практическая вещь, насколько люди друг друга любят или не любят, это, в общем, обычно бывает довольно понятно. Вот Павел снова, как в первой главе в своем выражении о труде любви, говорит, я прошу Бога, чтобы он наполнил вас любовью друг к другу, чтобы этот труд совершался в сердце, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне. Непорочными во святыне. Таким образом, любить друг друга – это и труд, которому христиане призваны, и дар Божий, и, собственно, и есть утверждение сердца в непорочности, во святыне перед Богом, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Значит, Павел говорит о том, что вот есть некая перспектива пришествия Господа Иисуса Христа, и в этой именно перспективе важно наполнение сердца любовью, потому что дальше мы увидим, апостол рассуждает примерно так, что мы не можем знать времена и сроки, и призваны к тому, чтобы все время стоять в этой правде, чтобы все время сердца наши были наполнены любовью, потому что, а как иначе подготовиться к этому моменту встречи со Христом во втором пришествии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова